В общем, случаев, когда люди оказываются обманутыми в кризисные моменты жизни, все больше. И это на фоне войны, смысла и целей которой не дано понять никому, кроме ее виновника Владимира Путина. Приведет ли это все к кризису доверия власти? Обсудим с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте. Так как вы считаете, нам действительно стоит ожидать кризиса доверия власти или Путину и здесь удастся все, как всегда, замять? Нет, конечно. Кризис давно бы уже разразился, если бы не репрессия. Понимаете, люди видят все эти истории, о которых вы сейчас только что рассказали, действительно становится все больше. Поэтому они бы уже давно прокляли эту власть. Просто этот шаг, он ведь неминуемо ставит на ту самую тропу, по которой шел Навальный. И большинство, они просто боятся, они просто гонят от себя вот эти мысли, они пытаются этих выводов не допустить. И поэтому о кризисе мы говорим пока все-таки только в будущем. О кризисе доверия, то есть об острой фазе кризиса. Пока идет подготовка к нему, пока те люди, кто внутренне посмелее, такие более цельные, что называется, они уже разуверились в режиме. Те, кто послабее, значит, те, кто боятся сильнее, чем другие, они, что называется, на пути. То есть они еще формально, так сказать, делают вид, что они с властью, что они лояльны. Но внутренней убежденности, знаете, уже нет. Это хорошо видно, когда ты смотришь, например, на рейтинги, сравниваешь закрытые вопросы, которые задают социологи, с открытыми. Когда про Путина говорят, полстер говорит, называя его фамилию, скажите, доверяете ли вы Путину, то подавляющее большинство респондентов сейчас, в нынешнем условии, там, больше 70%, под 80%, они говорят, да, доверяю. Но когда полстер, допустим, в ЦИОМ это делает, задает тот же вопрос о доверии в несколько иной формулировке и фамилия Путина перестает звучать в самом вопросе, то рейтинг падает буквально в два раза. Значит, в ЦИОМ, например, формулировка следующая, все мы одним людям доверяем, другим нет. И вот если говорить лично о вас, то кому из политиков или общественных деятелей вы бы доверили решение важных государственных вопросов? Вот такая формулировка. И тут рейтинг Путина, ну вот я считаю на момент начала избирательной кампании, потому что потом, там, значит, смерть Навального, значит, свистопляска с его телом, значит, потом вот это фактическое сворачивание принципа тайных голосования в день, последний день голосования, когда люди голосовали буквально через плечо заглядывали, что они там в бюллетнях пишут, да, арестовывая людей. Значит, ну вот российская политика стала настолько ненормальной, что даже вот этот открытый вопрос перестал быть адекватным. Вот где-то до ноября, скажем так, до декабря, ну еще можно было говорить о том, что этот открытый вопрос, он позволяет более точно увидеть, что там в головах у людей. На тот момент порядка, если я ошибаюсь, 35% называли фамилию Путина. То есть в закрытом вопросе доверяем там 80%, да, а как только открытый вопрос, значит, и фамилия Путина не звучит, тут же цифра падает до 35%. Ну, то есть, понимаете, человеку просто не назвать фамилию Путина не так страшно, как сказать прямо в лицо незнакомому человеку, что он не доверяет Путину. Потому что, ну, если ты не доверяешь главнокомандующему в момент войны, так сказать, да, когда там вся пропаганда кричит о том, что буквально, так сказать, страна там окружена врагами и на грани уничтожения. Ну, человек боится, вот знаете, продемонстрировать, что, ну, встать вот на ту самую дорожку, которая ведет по направлению к Навальному, да. Человек рассматривает вопрос социолога не столько как повод высказать свою реальную точку зрения, сколько как, значит, необходимости избежать проблем, да. А вот в случае с открытым вопросом, ну, не так страшно не назвать просто фамилию Путина. Всегда человек чувствует, что есть возможность, так сказать, если припрут к стенке, да, если это окажется не полстер, а ФСБ, там, условно говоря, ну, хлопнуть вся полгода, сказать, ах, да, вот действительно голова садовая. Что же я забыл-то про Путина? Конечно, пишите, доверяю. Вот. И все, и тут же падает цифра, повторюсь, вот до 35% где-то. Ну, вот, с моей точки зрения, доверие к Путину сейчас сохранилось что-то около этого, там, порядка трети, значит, порядка 35-40, наверное, то есть чуть больше, с моей точки зрения, людей уже, это ядро протеста плюс периферии протеста, это те, кто, ну, уже, так сказать, все, там, совершенно однозначно против Путина, просто разная степень яркости, так сказать, по отношению к нему испытывают, да, это вот где-то 35-40. Остальные, это колеблющиеся, которые, ну, аполитичные, да, которые вообще не интересуются политикой, такие люди тоже есть. И колеблющиеся те, кто от берега власти, так сказать, уже отчалили, ну, да, то есть они уже все, они уже в нее не верят, вот, но к берегу оппозиции на твердые, так сказать, антипутинские позиции еще не стали, вот, ну, и отчалили они как раз вот от берега власти и дрейфуют в сторону оппозиционности, хотя туда, повторюсь, еще не приплыли, именно в результате, не по причине неприятия того, что, там, говорит Путин и делает Путин пер се, так сказать, то есть идеология их не приемлет. Вот ядро оппозиционеров не приемлет саму идеологию, так сказать, путинскую, да, а остальные, это как раз вот то, о чем вы сказали, кризис доверия, это те люди, которые когда-то раньше Путину верили, и в целом его идеологию вроде как бы и одобряют, да, но, в принципе, видя вот эти многочисленные истории лжи, значит, ну, просто уже перестали вот во все это верить, да, и они медленно движутся в сторону оппозиции. И вот когда они все-таки к берегу оппозиции прибьются, вот тогда полноценный кризис и разразится. Ну, вот, кстати, еще о нерадостных перспективах россиян, это налоговая реформа, которая перед ними замаячила. Почему, как вы считаете, это происходит именно сейчас? И чем, может быть, россиян будут задабривать, чтобы они проглотили эту реформу, ну, максимально спокойно? Стоит ли вообще, на ваш взгляд, в дальнейшем ожидать чего-то еще более неприятного? Ну, например, мобилизации, которую мы все с некоторым опасением и, может быть, даже страхом и содроганием ожидаем в любой момент? Ну, и мобилизацию, конечно же, исключать нельзя, потому что, ну, воевать-то надо кому-то. Желающих пойти воевать, так сказать, за деньги, значит, ну, все меньше, иначе бы они выплаты не увеличивали. Сейчас уже во многих регионах первоначальные выплаты только за подписание контракта превышают миллион. Это вот если федеральную часть вместе с региональной надбавкой, так сказать, суммировать, там больше миллиона выходит. И понятно, что они от хорошей жизни это власти делают. И в какой-то момент, ну, людей, желающих проливать кровь за все это, даже за большие деньги, вот, они закончатся. И тогда, наверное, придется, ну, либо заключать мир, так сказать, да, а без победы это сделать Путин, ну, точно не захочет. И тогда придется делать новую волну мобилизации, хотя, конечно же, они пытаются этого избежать, потому что как раз новая волна мобилизации ускорит кризис доверия. Значит, потому что, ну, пока люди, вот, отказываясь встать на путь оппозиционности, да, значительная их масса, вот тех, кого я назвал колеблющимися, они получают в качестве благодарности, ну, в том числе и то, что их, так сказать, на смерть не отправляют, да, они в тылу сидят, на фронт не гонят. А если перед ними вот этот вот плюс, вот эта позитивная перспектива сидеть дома на диване, она исчезнет, да, и замаячит угрозу быть мобилизованным, ну, самому, либо, там, близким кому-то, да, членам семьи, и отправиться таки на войну, ну, исчезнет вот этот императив, так сказать, мотивация, да, быть лояльным. Ну, то есть, а что тогда я буду лояльным, если меня и без того, так сказать, уже отправляют там погибать, да. И поэтому это, власти понимают, что это будет очень серьезный кризис доверия в этой связи. Вот, значит, в сентябре 22-го года, просто чтобы было понимание, как это бывает, как это может быть. В сентябре 22-го года, отвечая на вопрос Левада-центра о том, поддерживают ли они продолжение боевых действий, или они считают, что пора переходить к переговорам, вот это соотношение составляло один к одному. Значит, порядка 44-43, там, процентов, вот эта цифра колебалась. А в октябре, даже не через месяц, а через три недели после начала мобилизации, это соотношение изменилось, число сторонников продолжения войны упало с 44-х до где-то 33-х, 34-х до 3-х, а число тех, кто выступает за продолжение войны, взлетело, вот одномоментно, значит, повторюсь, с 34-х до, ой, извините, с 44-х до почти 60-ти, там, по-моему, 59 было, вот, то есть соотношение прям вот резко изменилось. И сейчас, если новая волна мобилизации начнется, произойдет то же самое даже еще в более таком сильном варианте, потому что тогда еще была у людей, понимаете, надежда, ну, да, вот с наскока, так сказать, врага не получилось раздавить, что-то там обмешурились, просчитались, но ничего, сейчас вот мобилизуемся, так сказать, и задавим. Все, теперь вот эти иллюзии по поводу того, что сейчас мобилизуемся, задавим, исчезли. Война идет уже, значит, третий год, и конца и края не видно, и, значит, бесконечно далеко до Киева, и поэтому вот иллюзия о том, что сейчас мы быстро мобилизуемся, повоюем быстренько и вернемся домой, вот этой иллюзии не будет. Наоборот, встанет в полный рост вопрос вообще, а, кстати, куда девались предшественники? Ну, то есть вот тогда призвали, Шайгу сам назвал цифру, что-то около 300 тысяч человек, и, значит, их не демобилизовали, домой они не вернулись, то есть понятно, если бы ротация была, одних отпускают, других призывают, но тех, кого призвали, не призывают. Жены, движения жен мобилизованных об этом наглядно свидетельствуют, все видят, как они этого пытаются добиться, и у них не получается. И, соответственно, раз потребовалось свежее пушечное мясо, значит, то старое-то куда-то делось. И вот этот вопрос, значит, куда делись предшественники, очень неудобный вопрос, но он не даст, так сказать, спокойно спать новому поколению мобилизуемых или им близких, они будут догадываться, куда те на самом деле делись, удобрили, так сказать, украинские черноземы, и поэтому вот нежелание повторить их путь, ну, оно, конечно, очень сильно мобилизует общественное мнение против режима, поэтому режим на это и не идет, поэтому он тратит такие огромные деньги, хотя государственная база, очевидно, ужимается, деньги нужно экономить, поэтому и министра поменяли, он прислали Далаутсова, который должен распоряжение ресурсами более эффективное организовать, ну, если получится, и поэтому, если, и платить по миллиону просто за заключение контракта, ну, конечно, бы власти не стали, если бы у них другие варианты были, но других вариантов у них нет. Субтитры создавал DimaTorzok